Тебе 14 лет, и ты прочитал 50 книг? Вот это чудо! Я пока учусь в школе в 8 классе, и я начал откладывать доллары. Я хочу в будущем стать программистом, и с позволения Аллаха я хочу открыть кафешки и сделать бизнес. У меня вопрос такой, как вы думаете, после окончания школы лучше найти бизнес-ментора, заниматься самообразованием и работать в своей сфере, чтобы изучать дела изнутри, или же сначала поступить в университет, чтобы учиться, а потом начать свои дела? Что бы вы мне посоветовали для того, чтобы я стал миллионером? К 18 лет! Вау! Тебе 14 лет? В 18 лет хочешь стать миллионером? То есть в Америке есть девушка, которая создала какой-то конфет, который не поправляешься от того, и дети могут много кушать, и от этого не болеть и так далее. Она стала миллионером. Потом есть какой-то парень азиат, по-моему, это с Малайзой, что ли, или Сингапур, или откуда. Он чудный миллиардер даже. Придумали такие вещи и так далее. Дети! Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели, уважаемые наши зрители. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Довлатова», рубрика для детей и для родителей. Дорогие мои, ставьте лайк, рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Не забывайте, пожалуйста, писать в комментарии ваши практические опыты и свое мнение. Думайте креативно всегда, мыслите, но мысли пишите, которые полезны, которые нужны, которые кому-то помогают. Можно делиться опытом, можно показать свое мнение, но если оно полезно. Здравствуйте, я Санур Родовлатов. Меня зовут Хурбонов Фарид. Я из Иркутска. Я пока учусь в школе в 8 классе. И я начал откладывать доллары. Я хочу в будущем стать программистом. И с позволения Аллаха я хочу открыть кафешки и сделать бизнес. У меня много планов в будущем. Я ваши уроки смотрю на таджикском языке. Я понимаю все, что вы говорите, потому что я сам таджик. У меня есть к вам вопрос. Как открыть бизнес в Иркутске? И сколько денег мне понадобится? И какие трудности будут? Расскажите мне, чтобы я знал на будущем. Спасибо заранее за ответ. Буду ждать. Фарид, дорогой, в разном бизнесе разные проблемы. Но есть общие проблемы, которые во всех бизнесах есть. Поскольку я точно не знаю, какой бизнес ты хочешь открыть. Если говоришь кафешка, я расскажу про проблемы, которые в кафе и что ты должен делать. Запомни, если ты хочешь открывать кафе, ты должен открывать его, чтобы три важные компонента было. Это вкус. Очень вкус должен быть хороший. Второе. Чистота. Чистота очень важную роль играет. Третье. Скорость. Быстро. Люди хотят быстро кушать, уйти. Потому что с каждым днем люди становятся заняты, заняты, заняты. Поэтому, если вы посмотрите, по всему миру индустрия фастфуда растет. Почему? Потому что это быстро делается. Я не скажу, что это самая вкусная еда. Просто она доступная цена и быстро. Вот почему люди его покупают много. Поэтому, если ты соблюдаешь вот эти три вещи, которые я сказал, у тебя кафе пойдет хорошо. Значит, хорошие порции дай. Дай вкусно. Очень вкусно готов. Чистота соблюдай и делай быстро. Тогда кафе будет хорошо просветать. Это три важных компонента в этом. Но цена у тебя не должна быть слишком высокая. Анализируй рынок, сделай цена на некоторые блюда, которые люди знакомые и хорошо знают. На самую ходовую свою продукцию делай на 5% дешевле, чем все кафе. Тогда люди будут запоминать это. Весь твой меню никто не запомнит. Но запомнит одно-два блюда. На это ты делишь подешевле. То, что запоминают люди. А соответственно, вот эту сумму ты можешь на другой потом чуть-чуть накрутить. И люди все равно будут запоминать то, что часто покупают, часто читают, часто сравнивают. Какие проблемы могут быть у тебя? Очень много проблем с персоналом. С именно официантами много проблем. Сервис. Сервис плохой. Его надо научиться. Следующая проблема, которой у тебя будет много, это учет-контрол. Ты должен научиться, как учет-контроль вести. А для того, чтобы у тебя был успешный бизнес, ты иди работай где-нибудь самому официантом. Потом работай параллельно. Ты же учишься? Параллельно работай часовой. Час пики любой кафе, как официант берут. Начни работать, чтобы изнутри знать этот бизнес. Потом со временем дойди до смены того, чтобы по выходным заменять администратора. Администратора, управляющего ресторана. Когда тебе это все до администратора дойдешь и поймешь, что ты можешь получать прибыль, зарабатывать на это. Только тогда ты будешь уверен, что это бизнес твой или не твой. Пока вот так начинай. Но пока продолжай накопить свои доллары. Как ты пишешь, что копишь доллары. Продолжай накопить свои доллары. Здравствуйте, уважаемые Саймур Довлатов. Я Мехрона из Канибадама. Мне 15 лет. Я был в вашем тренингах в Худжанде с бабушкой. Если помните, я сейчас занимаюсь саморазвитием. Я сформировал в себе хорошие привычки. И сейчас пытаюсь избавиться от плохих чертей своего характера. У меня вопрос такой, как вы думаете, после окончания школы лучше найти бизнес-ментора? Заниматься самообразованием и работать в своей сфере, чтобы изучать дела изнутри? Или же сначала поступить в университет, чтобы учиться, а потом начать свои дела? Мехрона, я тебя знаю, дорогие друзья. Хочу вам сказать, вот эта девушка 15 лет. Она со своей бабушкой ходила ко мне на тренинг. У нее есть свой бизнес. У нее, по-моему, магазины были или что-то. Ну, я тебе помню, но бизнес точно не помню. По-моему, у тебя были в магазине. И, по-моему, две даже. Не один, даже две. Она, послушая вот эту рубрику, со временем открывала свой бизнес. Мехрона, тебе не надо никакой университеты. Просто тебе нужен наставник и хорошо развивать свой бизнес. То, что у тебя хорошо получается. Вот и все. Тебе не нужен. Никакой университет тебе не нужен. Просто ты уже определенные вещи умеешь делать. Если ты профессионально этому научишься, это было бы здорово. Вот твой наставник отправляет тебя на короткие курсы. Не супер-пупер курсы, как университет и так далее, которые пять лет время займет. А короткие курсы, например, по финансовому. Как по менеджменту, по бизнес-процессам, по того-того. Чтобы ты научился делать то, что в твоем бизнесе нужен. Зачем тебе учиться, сколько вид пингвингов существует в мире, сколько там, когда Наполеон напал в Россию, и когда там Гитлер-доллар того-то. Тебе это не нужен. Тебе нужно знать, как свой бизнес поставить правильно. В дальний момент у тебя она есть. Так что просто хорошо учиться в вот это направление. Хорошо, найдешь наставника, в это направление идешь. Я лично заинтересован тебе помогать. Буду поддерживать, если ты будешь делать то, что я буду говорить. Я думаю, что ты меня поняла, дорогая моя. Если ты вот найдешь себе хорошего наставника, который по этому направлению поддерживает, было бы очень здорово. Тебе покажут именно, как этот бизнес еще улучшит, чтобы у тебя был 10-кратный рост успеха. Здравствуйте, наставник. Меня зовут Саид. Меня 14 лет. Я из Тюмени. Читаю ваши книги еще третий год. Усердно изучаю китайский язык. Летом планирую к вам на мини-мастер-класс, который будет этот, да? Наши Иссык-Кульские, да? Есть маленький опыт в онлайн-бизнесе в Инстаграме. Что бы вы мне посоветовали для того, чтобы я стал миллионером? К 18 лет. Вау! Тебе 14 лет? В 18 лет хочешь стать миллионером? Каким бизнесом я могу заняться? Заранее спасибо большое. Тебе надо создать какую-то платформу, где дети могут что-то покупать либо продавать. Либо тебе надо создать какой-то продукт, который ты можешь продавать по интернету. Интернет набери дети, которые стали миллионерами. Есть русскоязычных детей, нету в интернете, которые стали миллионерами, но есть англоязычные. То есть в Америке есть девушка, которая создала какой-то конфет, который не поправляющийся от того, и дети могут много кушать, и от этого не болеть и так далее. Она стала миллионером. Потом есть какой-то парень азиат, по-моему, это с Малайзой, что ли, или Сингапур, или откуда. Он чудный миллиардер даже. Придумали такие вещи и так далее. Дети, им даже не 20, даже им 15-18 лет, вот такие. Вот, в общем, ты можешь стать миллионером, если ты создашь какой-то уникальный продукт, который можешь распространять по интернету, по всему миру. Другой парень, который к 20-ти стал миллионером, он придумал футбольки. Футбольки, парень с Малайзии. Он футбольки, индивидуальные футбольки, дизайн. Всего команда из 2 человека, он стал миллионером. То есть модель был такой, что каждый парень, который... Это ориентирован для молодежи. То есть каждая молодежь хочет иметь футбольки, который ему нравится. Например, ты зайдешь в магазин, в магазин и покупаешь то, что есть. Правильно? У тебя выбор ограничен на то, что есть в магазине. Там, может быть, есть Пушкин, может быть, там есть Бруслей, может быть, там есть кто-то еще, дракон или что-то, цветок или что-то нибудь такое, в общем, футбольки. А он делал по-другому. Он создал такое, что заказчик сам зайдет, сам делает дизайн свою футбольку, что хочет, напишет он там, а потом отправляет. То есть там в интернете ты набираешь цвета, которые тебе нужны, набираешь свой размер, набираешь свою футболку, которая тебе нужна, какой ты его хочешь увидеть и так далее, дизайн и так далее, индивидуально. Это будет один штук только у тебя, у всех не будет такой. То, что тебе нравится, то и ты делаешь. И на тебя отправляют на печать, на заказ и так далее. Это все идет. И тут же приходит после этого, соответственно, напечат, и они печатают, отправляют своему потребителю. Это парень стал мультимультимиллионером. Это парень стал мультимультимиллионером благодаря этому бизнес-моделю. Тебе нужно что-то такое придумать, но передумать бизнес для молодежи, для детей, потому что интернет больше они используют, чем взрослые. Вот так. Здравствуйте, наставник. Меня вот об этом я говорил. Здравствуйте, уважаемый Саймур Довлат. Меня зовут Дайраш Шурканат Мадьевич. Мне 14 лет, живу в Шемкенте. Я уже 5 лет изучаю английский язык и прочитал за 2019-2020 год около 50 книг финансовой грамотности. Вау! Тебе 14 лет, и ты прочитал 50 книг? Вот это чудо! Ну вот, ребята, вот, представляете? По финансовой грамотности, тайм-менеджменту, мотивация выключая все ваши книги и ходил на тренинг 2 месяца. Один из лучших целеустремленных учеников в школе. Стараюсь следовать вашим советам, становлюсь каждый день все лучше и быть вечным учеником. У мамы и папы зарплата 1300 долларов, и есть точка обуви, но есть кредит 10 тысяч долларов. Ходить купить фуру, а, хотим купить фуру за 35 тысяч долларов из Германии после погашения кредитов, поставив дом под залог банку. Или у мамы есть три братья, которые советуют вместе собрать необходимую сумму и купить вместе. Но мама категорически против этого, потому что говорит, что раньше попробовала поработать с ними, но не получилось, и ценносты разные. Я запланировал свою жизнь на 100 лет и поставил цель к 30 годам стать владельцем крупной логистической компании с 19 миллион долларов оборота. Прибыли в год. Вау! С 19 миллион долларов прибыли в год. Так хочу ходить на ваши тренинги годового обучения по предпринимательству, но не знаю, как. Смотрю на рекламу ваших тренингов и внутри становится так обидно, что я не могу элементарно ходить и практиковать знания. Вы, Роберт Косаки, и многие тренера говорят, что лучше не работать на зарплату. Я видел несколько людей в своем окружении, проигравшие в этой жизни и не хочу оказаться в их рядах. Что конкретно мне и моей семье делать, чтобы добиться своей цели? Дать родителям достойную жизнь. Подскажите, пожалуйста. Соранее спасибо. Парню 14 лет. Вот я горжусь таким ребятам. Молодец, дорогой, если ты в год читал 50 книг, ты очень далеко пойдешь. Потому что ты накопишься мыслей, которые, те люди, которые находятся там, где ты хочешь быть. Хорошая цель создать хорошую логистическую компанию. Очень хорошая цель. Если ты расписал свою стратегию на 100 лет, поздравляю, ты молодец, ты реально хороший ученик. А что делать вам? Твоя мама права. Не надо собраться с братами, с сестрами, купить одну машину вместе. Не надо это делать. Потому что, если ценность и разница, то, что мама попробовала, она права, это не подходит. Лучше берите вот то, что вы хотите, недостаточную сумму кредит и делайте сами. Если получится, займите эти деньги у кого-нибудь. Потому что человеком договориться легче, чем банка. Это намного проще, чем кредиты, брат. Конечно, это намного лучше. Партнерство всегда лучше. Но если ваши дяди, то, что мама не уверена, что с дядей это можно делать, лучше бы вы партнером брали того человека, который бизнес понимает, бизнес мышления имеет. Тогда было бы лучше и проще. Вот. Это было бы очень хорошо. А что касается тебя, продолжай учиться, продолжай читать мои книги, продолжай, продолжай думать в эту сторону транспортной компании и так далее. Побывай на мой мастер-класс, который будет из Секули, и тогда я тебя познакомлю с ребятами, которые держат транспортные компании и которые уже делят. У меня есть ученики, которые мультимиллионеры стали в этом бизнесе, а я тебя познакомлю с ними и ты будешь истажироваться у них. Это один из лучших способов быстрее тебя понимать этот бизнес изнутри. Дорогие друзья, ставьте лайк, рекомендуйте своим друзьям, знакомым, что я тут рассказываю, что происходит в этих рубриках. В комментариях пишите, что полезно вы брали для себя, делитесь своим опытом, все самое полезное, потому что часть людей сразу слушает меня, а часть людей прежде чем слышат или половина слышит, комментарии читают, люди странные, поэтому пусть раз они комментарии читают и через комментарии тоже давайте им поможем, чтобы комментарии тоже были полезны. Желаю вам успехов, не забудьте смотреть справа налево, нажимайте на следующее видео и посмотрите дальше. Желаю вам успехов.